Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы на канале Молодая Ферма. Вчера до ночи, до 12, мы крутились и наш. Вот даже в начале первого, последнюю партию привезли. Легли спать. Соответственно, Владимир остался у нас ночевать, для того, чтобы с утра продолжить работу. Я вчера целый день была в поле. Честно скажу, мало внимания обращала на нашу новенькую царевну, ну, потому что меня просто физически дома не было. По итогу, Владимир в сутра звонит, говорит, у вас корова терилась. И тут-то мы все побежали. Челочка. Эй, хозяева, скажи, доброе утро вам. Доброе. Мы вообще-то не планировали, чтобы она у тебя пила молоко. Молодец вот ей, надо его пить. Томич сказал, что он 27-го утро. Кто-то сказал. Ну, какая шустренькая. Ну, чего, напугали тебя? Никто не ожидал такого отела утреннего. Сегодня у нас только 12 июля. Поджидали мы к 27-му отел. Но отелились пораньше. Сейчас пойдем доиться и кормиться. Он же его в эту кормушку посадит. Развели энергетический коктейль. Принесли ребенка, уложили. Так, надо скорее следующий подготавливать, как пить хотела. Второе ведро. Желательно, чтобы коровка выпила 4 ведра минимум. Сейчас буду разводить третье. Она прям с удовольствием. Молодец. Ну что, началась первая дойка для нашей новой коровки. Привязали царевну, подцепили аппарат и выдали вкусняшку в виде комбикорма. Как правило, первую дойку первотелки стоят отлично. Это связано с тем, что они на стрессе и им не до дойки. А вот дальше бывает по-разному. В нашем случае все пошло по легкому пути. Царевна оказалась очень дисциплинированной и послушной дамой. Не было никаких проблем с подключением аппарата, с обработкой сосков. Царевна у нас как будто всю жизнь доилась. Так как царевна отелилась без нашего участия и точного времени отела мы не знали, поэтому решили не тратить время и сначала подоить коровку и попоить телочку, а дальше привести уже всех в порядок. Включили теплый душ, взяли мягкую щетку и начали намывать нашу галштиночку. А потом плавненько перешли на ее доченьку. Вы, наверное, видите внушительные размеры коровки. А когда я увидела ее племенное свидетельство, а именно вес Нетеля 760 килограмм, в возрасте 1 год и 8 месяцев я стала еще более осторожной, стараясь держать свои ноги подальше от ее копыт. Чтобы вы понимали, для сравнения вес наших племенных айширок, красотки и горошки, это 504 и 539 килограмм. Телочка родилась небольшого размера. Если честно, то мы думали, что от такой большой мамы обязательно должен родиться большой теленок. Но мы ошибались. Как вы понимаете, у телочки есть кличка. Так как ее мама царевна, у нее обязательно должны были родиться принцесса или принц. В нашем случае это телочка, которая, конечно же, останется в нашем хозяйстве. Кто это тут у нас родился? Принцессочка наша. Вот такое радостное событие у нас произошло с утра. Мы тебя ждали через 2 недельки, а малышка решила появиться на свет чуть раньше. Нежданчик, да? Да, сюрприз. Вчера, ну, увидела я, что царевна, вы мне подотекло, что петля подопухает. Ну, я помню, предположить, ну, дату отела. В принципе, на нее ориентируюсь. У нас, кстати, коровки телятся там либо за 2 дня до, либо за 2 дня поздно. Но так, чтобы за 2 недельки у нас еще никто не телился. Ну, вот, Владимир нам позвонил, говорит, у вас тут корова отелилась. Мы только сели завтракать, выскочили, побежали. А там уже маленькая малышка и сама бегает, и молозива попила, самостоятельная. Да, и мама ее охраняет, с ней ходит. В общем, такая заботливая. Говорит, это моя дочь, никто не подходите к ней. Царевна у нас была осенненена сексированным семьям канадским, поэтому, в принципе, мы и ожидали телочку. Что ждали, то и получили, как говорится. Родилась она не очень крупная. Если честно, я думала, что галштины должны поедаться на свет крупнее. Ну, потому что сама коровка, в принципе, крупная. А телочка, ну, мне кажется, по размерам чуть-чуть больше джерси получилась. Да. Если не такая же. Да, и ширы очень, ну, намного крупнее рождаются. Ну, наверное, с этим связаны легкие отелы, да? То есть, отелилась она сама, в поле, на сене, без нашей помощи и без нашего участия. Я-то думала, буду там стоять, трястись, когда царевна будет телиться. Вот оно как. Мне кажется, это самый идеальный вариант. Ты пришел, у тебя уже телочка бегает. Готовая, да? Да, она сама покушала. Царевну подоили. Молозива было немного. В бутылочке было 2,5 литра молозива. Остальное, я так понимаю, у нас дитя сама покушала. Царевну напоили энергетическим коктейлем. После этого выпила она отлично. Я разбавила одну упаковку на 3 ведра. Вот она 3 ведра выпила, а 4 ведра уже с водой, да и стала пить. Хитрюга. Да. Я думаю, что, в принципе, попозже, может быть, на вечерней дойке мы еще предложим. Там, в принципе, через сколько, через 12 часов можно повторить энергетический коктейль. Последок у нас пока не отошел, но мы ее выпустили с коровками, потому что она очень переживает за дочью и не дает нам производить манипуляции с ребенком. Мы пытались ее попоить, но кто-то у нас совсем не голоден. А завтра будет день рождения у полянки. То есть у них будет разница ровно в один год и один день. Они точно запомнят. Ну что ты? Ты так трясешься, как будто тебе холодно. Сейчас мне все напишут в комментариях, укрыли бы ребенка, который замернет. Хотя, ну, здесь тепло. Тепло, да. На улице тепло. Это же. Дашь маленько мы ее помыли с душа, потому что она у нас там где-то, когда рождалась в какой-то там навозной куче, похоже, извалялась. Да, мама не подготовила тебе мягкое местечко перед отелом. Надо будет скоро обезроживать. Хотя у нее еще даже не чувствуются рожки. Вот такая хорошенькая. Такой очень. Лопатурка-то наша. Теперь надо ее переселить в отдельный домик. Сейчас пока тут поспит, а потом переведем ее там, где бычки жили. Там и выгул будет, и домик от дождя спрятаться. Я думаю, что ей там будет отлично. Ну, вот только мы его еще не перебрали. Придется сейчас в экстрем порядке вывозить все из-под бычков, которые там было накидано, навалено. Вот, а дошелка не покатливая. Вот, мы так же сделали в коровнике. Как и в свинарнике. Вторую часть еще не доделали. По сути, надо больше сделать. А тут как-то приходилось, вообще мук не было. Все они что-то опять разлетались. Поем малышку молозивым. Ей сегодня вторые сутки. Аппетит хороший. Три раза в день с бутылочкой к ней бегаем. С утра и вечером парное, а в обед подогреваем. Ну что, кнопочка, давай. Вот так. Оп. Вот молодец какая. Ты хорошо покушаешь, и до вечера будет взрыгнуть. То, вон, бачка все провалились. Кушать хочется. Сейчас покушают, и у нее прям все округлится. Вкусненько? Вкусненько, маму молочко? Вкусненько? Ой, какая красава. Спала здесь, мы ее разбудили, пришли, да? Побег сегодня у нас произошел из-за точения. Закрывай динамик. Не хочет дома сидеть. Завтра будет или нет? Уже проголодалась. Сколько можно ждать? Все, все, сейчас мамочка твоя доится, и придет тебя кормить. Ой, уже сильно хочу, уже очень. Сначала тихо голос подавала, а потом уже кричит так громко. Выломала дверь у нас, выбила. Иду, иду. Все, на дочку. Да? Зовет меня моя девочка. Самая первая. Ну, проходи. Я и широчки тут же. Проходи, проходи. К дочи своей побежала сразу прямиком. Всегда троем ходят. Остальных коров даже не видать. Царевна, пошли доиться. А потом дочу твою кормить будем молочком. Ребята, у нас прошла утренняя дойка. Третьи сутки мы доимся. Сейчас вам покажу, сколько дала молока, даже не молозива. Быстро у нее прошел вот этот период молозивный. Наверное, один день, да? Буквально. Да, очень быстро. Буквально следующий день стала перевивать. Смотрю, а уже там, ну, хорошее, а нормальное белое молочко. Мама тут ее все начищает. Все начище. Ну, смотрите, такая у нас погода. Очень сырая. В песковой области. Такие не очень короткие. Чистые приходят. Более. Ну, что делать? Одна у нас царевна, но и чистейшая. Ну, не совсем и чистейшая. Ну, уже так. Стоит хорошо. Сейчас, кстати, на дойке стоит отлично. Прям как вкупанная. Смотрите, ножки такие. Парат подвесил с этой стороны. Прямо не шлакнется у нас. Царевна у нас, можно сказать, чистюля. По сравнению с горохом и с красоткой. И вот у нас еще все время чистенькое. Да, Розочка? Только с выставки приехала, с московской. Золотая осень там проходила. Золотое лето. Да, Розочка у нас всегда в идеальном состоянии. Вот этот цвет наш любимый. Ну, не только цвет. Она редко когда ляжет в навозную кучу. Прям чистенькая-чистенькая. Сама по себе коровка-чистюля. Две мои девчонки двоятся рядышком. Слева Марта. Уже у нее второй отел был. И справа наша царевна. Первотелка. Такие они все разные. Честно скажу, для меня такое ощущение, что царевна не коровка, а какая-то лошадь. Потому что она такая высокая, грациозная. У нее хорошее крепление в имени. Даже можно сравнить. У Марты в имени такое чашеобразное. А у царевны ваннообразное. Мне кажется, это самое лучшее крепление в имени. Потому что оно не будет свисать к земле. Не будет травмироваться. То есть хорошая поставка в имени. И быстрая молокодача. Очень быстро бежит молоко в бак. То есть буквально там 3-4 минуты и корова подоена. Это тоже очень важно для молочной коровки. Утро было 12 метров. Сейчас вечером хотим тоже измерить. Даша сегодня делала контрольный замер. А потом все расскажем вам. Сколько Денис стоит. Корову помогает загонять. Сейчас будем переливать молочко. И Денис побежит поить телят. Мы сейчас пока царевным молоком поем телят. Всех трех. И еще остается. Да, Денис? Да. И тут уже телятом 3,5. Ну и сколько это? 12,5. Получилось у нас 12,5 вечера и 12 утра. То есть 24,5 литра она дует. Сколько? У меня после отела 11 дней. Вчера мы попробовали молоко. Вкусное. Да, хорошее молоко. Хорошее молоко, да. Мужа будет потом как-нибудь поспокойнее будет дать молоко на анальте. Посмотреть жирбелок. Ну пока не до этого, ребята. Совершенно не до этого. После сенокоса отнеси молоко. А, сейчас пойдет Денис кормить телочку. Вон она там уже ждет его. Это вот сыворотка поросят там у нас стоит. Дойка у нас теперь проходит в два этапа. Вот эти три коровки у нас приходят самые первые. Поэтому я их даю и выпускаю обратно на поле. С этой стороны все пусто, но сейчас придут остальные пять дойных коров. Сейчас у нас восемь дойца, но в ближайшее время, в середине сентября, будет телиться Буся. Она будет девятый. И в середине ноября будет телиться Маргошка. Она будет десятый. То есть, наверное, уже даже не в два этапа, а в три этапа будет у нас происходить дойка. Сегодня шел сильный дождь, и коровки даже не прятались в ангаре. Знаете, у них такая шерстка шелковистая. Вот когда собак помоешь или котов, вот прям она и блестит, и такая приятная, гладкая. Прям все сегодня у нас чистенькие. По поводу хвостика, многие в комментариях спрашивали о нашей галштинке. Он купирован, в принципе, на всех крупных фермах купируют хвосты. Но вот у айширок хвосты остались. На той ферме хвосты не купировали. Ранее, когда мы выбирали коров, была одна поставка джерсеек, и у них был купированный хвост. И для нас это была целая проблема. Мы даже не поехали смотреть этих нителей, потому что для нас хвост это был в приоритете. Вы знаете, у нашей айширской коровки буси хвостика нет. Ей купировали на ферме в Финляндии, поэтому летом ей приходилось мучиться. Мы пытались множество разных обработок, и ничего толком не помогало. Но сейчас мы нашли средства, и купированный хвост для нас не составляет никакой проблемы. Поэтому галштинка у нас также без хвостика. Зачем купируют хвосты на крупных фермах, я вам объясню. Это гигиена доения. То есть коровки ложатся на свои лежаки, хвосты бы у них валялись в сточных канавах, там, где ездит дельта скрепер. Наверняка были бы грязными хвосты, и, соответственно, вся коровка. Там на фермах стараются поддерживать чистоту, чтобы животные не были сверху донизу в какашках, как это принято считать, что корова это грязное животное. Нет, это не так. Если им предоставить должный уход, они будут белоснежными. Сейчас вот я одену дон коровкам доильный аппарат, возьму щеточку в руки и почешу их, и они будут еще чище. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok